Всем привет и добро пожаловать на канал Аплодхом! Сегодня я хочу познакомить вас с игрой, которая называется Farhes Frontier. Это городостроительный симулятор, где нам предстоит строить свое поселение и защищать его от нападений со стороны врагов. Будем направлять своих людей и стараться не только выжить, но и развиться, ведь мир Дикой Придут дотает в себе множество опасностей, с которыми нам предстоит столкнуться. Если хотите увидеть полное прохождение по данной игре, поддержите лайками и комментариями. Ну и конечно, желаю всем и каждому приятного просмотра, мы начинаем. А начать надо будет создание карты. Ну, уровень сложности оставляем средний. Дальше название нашего города будет называться Homeland. Далее выбираем рельеф. У нас есть Засушливое Нагорье, Альпийские долины, Низинные озера и Равнины. Ну, конечно, случайный уровень, это я, наверное, пока пропущу. Почему? Потому что мне очень понравилась вот эта карта. За кадром ознакомился с игрой и посмотрел абсолютно все локации, и Низинные озера просто нечто, что-то невероятное. Очень красивое место. Так что выбираем. Размер карты сделаем средний, никаких мирных режимов. Поехали. Невзгоды случаются везде. Но на родной земле у нас не было и надежды на лучшую жизнь. В голодные годы правители забирали ту же долю урожая, что и всегда, оставляя наших детей без хлеба. А если у кого-то появлялись сбережения, тут же появлялся сборщик налогов и требовало отдать им монеты во имя короны. Пока налетчики разоряли наши деревни, знать прятала стена своих неприступных замков и не делала ничего, чтобы помочь простому люду. И наконец мы решили, что пора уйти. Лучше пытать счастье на чужбине и найти новый дом, чем сгинуть от голода на родине. Суровое путешествие унесло жизни многих. В этих диких краях мы начнем жизнь с чистого листа и будем сами распоряжаться своей судьбой. Мы изучили окрестности. Осмотрите местность, которую исследовали ваши поселенцы и выберите подходящее место для строительства центра города. Важно выбрать место рядом с ресурсами, которые понадобятся для строительства поселения. Ищите глину, железную рду и источники пищи. Ясно. Ну давайте тогда ознакомимся с картой, которая нам была сгенерированной игрой и будем уже принимать решение, как и где мы будем строиться. Хотя, сказать по правде, хочется возводить наш город ближе к воде. И здесь на самом деле все банально и просто. Дело в том, что мы сможем там рыбачить, а рыба станет хорошим бонусом к нашей пище. И походу у нас тут с вами только одно вот это озеро. Так что возвращаемся к нашим ребятам, которые находятся где-то вот здесь на возвышенности, прямо около подножья горы. И здесь, да, и будем строить наш центр. Тем более, как мне кажется, это будет достаточно интересно и необычно в плане визуала. Все. Ставим тебя вот сюда. Вы уверены, что хотите разместить центр города здесь? Да. Итак, пока наши ребятки сейчас будут устроить, давайте быстренько пробежимся по менюшке. Я расскажу, как тут все устроено, хотя все банально, ясно и понятно. Но все же. В правом верхнем углу идет информация по всем нашим основным строительным ресурсам. В центре информация о времени года, затем идут запасы пищи, абсолютно все, которые находятся в городе. Далее. Уровень счастья поселенцев, сколько у нас людей и у скольких людей есть крыш над головой, и уровень медицины. Все остальное у нас находится уже в правой нижней части экрана. Здесь есть вкладка, отвечающая за профессии. Как вы видите, достаточно большое количество. Далее. Информация о поселении. Также здесь будет отображаться, сколько и каких нужных ресурсов для поднятия центра города по уровню. Ресурсы хранилища, это абсолютно все ресурсы, которые есть в городе. Ну и более такой расширенный и с более подробным описанием уже идет уровень счастья всех наших поселенцев. Все остальные вкладки отвечают уже за строительство, за изменение там ландшафта, для строительства дорог, заборов и так далее и тому подобное. Это уже мы с вами во время, наверное, самого прохождения посмотрим, и я вам все это покажу. Нехватка жилья и нехватка дров. Ясно. Значит, давайте сразу заниматься строительством. Как и куда мы будем тянуть наш город? Так, это самый главный вопрос. Ну, давайте, допустим, тогда выводить... Ну, сначала начнем, да, с еды. Начнем с наших домиков рыбаков. Будем тянуть дороги к воде. Значит, где у нас дороги? Находятся они у нас вот здесь. Сделаем небольшое отступление с каждой стороны от центра города и до самой низины туда будем его вытягивать. Одну пустим и точно такую же давайте скинем еще и вторую. Все, что будет находиться на пути у наших жителей в момент строительства, они будут, естественно, это удалять и относить ресурсы уже на те объекты, где они будут необходимы. Например, если они удаляют дерево, то относят туда, где требуется древесина. Если мешают камни, то они их убирают и уносят туда, где требуются камни. Ну, в общем, в принципе, порядок действий вы поняли. Главную дорогу мы с вами вывели. Дальше давайте тогда сделаем небольшое ответвление для наших рыбаков. Как раз-таки окружим вот это озеро. Здесь сделаем небольшой переходик. Как-нибудь вот так вот. Ну, тут по поводу длины пока вообще сейчас не будем заморачиваться. Будем тянуть, а дальше уже в зависимости от того, какие объекты будем возводить. Да, у нас тут еще гром гремит и очень много разнообразных будут происходить спецэффектов. За этим надо следить, потому что может произойти возгорание. Это все влияет на объект, это все влияет на наших жителей. Так что за этим надо, как говорится, глаз до глаз. Открываем теперь вкладку строительства и ставим первое на возведение. Это производство пищи. Нас сейчас интересует... Ну, у нас сейчас вариантов особо немного, только первый уровень доступен. Все остальное надо будет открывать уже через наш главный центр. Мы с вами возвращаемся к рыбацкой хижине. Значит, требуется строитель и требуется 20 единиц... Да, а, 10 наоборот, 10 единиц дерева. Мы их поставим как-нибудь. Главное, чтобы вот эти синие поплавки попадали в радиус. Угу. Так, а давайте, знаете, как мы с вами поставим их? Мы их сделаем шагом вот такие вот в 6 клеток. То есть, получается, мы тебя возводим вот здесь в первую точку, да? Сейчас. Раз, два, три. Первую поставим вот сюда. А, здесь она мешает. Там что-то находится, там какой-то кустарник, да? Тогда сделаем больше шаг. Раз, два, три. На четвертом будем делать спуск. И проверим, будет ли работать и здесь. Раз, два, три. Четвертый. Спуск вот сюда. Да, как раз-таки тоже большое количество поплавков. Далее. После этого, что нам потребуется? Чтобы у нас мясо, рыба быстро, да и вообще, в принципе, сама рыба быстро не портилась, мы поставим коптильню. Коптильня будет коптить мясо, будет коптить рыбу. И, соответственно, срок хранения продукции будет увеличен. Чтобы им недалеко таскать, здесь очень важно время как раз-таки на доставку продукции из точки А в точку Б. Поэтому мы возведем коптильню где-нибудь рядышком с нашей хижиной рыбака. То есть, если она находится вот здесь, то коптильню мы с вами бахнем где-нибудь вот здесь. Раз. И точно такую же давайте поставим вот здесь два. Значит, основные точки мы с вами возвели. Дальше. Мне хотелось бы, чтобы вы удалили вот это все. Это мешает. Нам это сейчас не нужно. Также давайте сделаем еще сбор ресурсов. Тут у нас есть птичьи гнезда. Надо это все дело забрать. Деревья, камни, кусты мы, наверное, удаляем. А, они не хотят собираться. Они, получается, будут собираться только исключительно, если есть хижина. Ага. А я вот этого, кстати, и не знал. Я думаю, мы можем собирать абсолютно в любом формате, в любое время, вне зависимости, есть у нас какие-то объекты. То есть, если чисто сделать ручной сбор, к сожалению, у нас это не сработает. Но ничего страшного. Ладно, тогда мы сейчас это все дело быстренько обыграем. Значит, мы это сделаем каким образом? Предлагаю вытянуть одну дорогу вот сюда. Другую мы вытянем и с противоположной стороны где-нибудь вот здесь. Почему? Потому что, ну, я так уже здесь посмотрел. Хочу здесь тогда построить производство какое-нибудь, да, вдали от нашего, скажем так, живого массива. Здесь у нас идеальная, я смотрю, зеленая трава. Мы здесь возведем фермы, какие-то производства именно по культурам. Здесь мы сделаем наш городской райончик. Здесь у нас будут люди жить. Здесь у нас какие-то будут рыночки, образование. То есть, как раз таки все вот в таком формате у нас будет находиться здесь. Ну, а дальше уже будем открывать карту. Да, черный туман, этот он удаляется. У нас для этого есть флажки. То есть, мы ставим маркер и туда отправляется наш житель для того, чтобы посмотреть и узнать, что же там находится. Но надо это делать на старте очень аккуратно. Причина банальна, опять же, таки проста. Там есть всякие злые и дикие звери, медведи, волки и так далее. Поэтому они могут напасть на наших людей. Если у них нету какого-то там снаряжения, если он, например, не охотник, то жителю может серьезно достаться. Как вы понимаете, нам сейчас все нужны. Да не только сейчас, они, в принципе, нам всегда все нужны. Будем заботиться о каждом. Как и настоящем. А еще по поводу графики для вообще игры. Дико понравилось. Дико атмосферное. Давно за ней следил. И, наконец-таки, есть возможность в нее поиграть, да и, соответственно, с вами поделиться. Надеюсь, как я сказал в самом начале, вы поддержите ролик лайкосами и комментариями, чтобы серии выходили как можно быстрее и чаще. Как раз, чтобы я увидел всю вашу заинтересованность. В общем, все зависит от вас. По поводу строительной площадки. Значит, давайте сделаем мы с вами галочку на приоритет, чтобы у нас как раз-таки была возможность сейчас отдать основные ресурсы на строительство рыбацкой хижины. А сам я пока начну потихонечку делить вот эту территорию. Мы это, наверное, сделаем, знаете, каким образом? Слушайте, вообще очень классно выглядит вид сверху. Точнее, как, вот отсюда смотришь, кажется, просто идеально ровно, да? А вот если отсюда смотреть, то есть такой вот некий градус возвышенности. Это действительно очень будет необычно выглядеть. Город на холме. Круто. Да, это реально круто. По поводу, значит, моих планов и черчения. Во-первых, мы сделаем, наверное, здесь дополнительный переход от одного быка к другому, да, соответственно, чтобы хоть как-то можно было сделать окантовку. А вот этот пятачок мы с вами должны будем поделить и решить, как мы будем пускать уже территорию для строительства обычных домов. Примерно, наверное, Е. Вон, где у нас тут бьет все. Опа, приближается жара. Господи, ты серьезно? Ну, ладно, я надеюсь... У нас вот рядом вода, поэтому, если что, искупаются. Никаких проблем там нет. Да, по поводу времени года. Очень быстро оно течет. Здесь примерно один игровой год. Это пять реального... Пять минут реального времени. Видите, шкала уже зимы. Потихонечку к весне. Уже лето, начало лета. Потом будет осень. Сразу зима. И так по новой. Примерно пять-десять минут реального времени. И, соответственно, у нас происходит полный цикл. Все, возвращаемся, значит, к нашим строительствам. Давайте сделаем деление. Какое? Ну, допустим... Допустим, допустим... Я сейчас дорогу просто не вижу, если честно. А, вот здесь она находится. Прямо за этим кустом. Чего до сих пор они ее не удаляют? Вот здесь. Вот здесь мы сделаем небольшой переход. Дальше давайте тогда отсюда мы с вами сделаем отдельное ответвление в одну сторону. И то же самое напротив с другой стороны. Пока оставим вот в таком, наверное, формате. По поводу длины уже будем смотреть по тому, сколько будет домов. Так, теперь нас интересует жилье. Ну, понятно, что это пока база уровня. Самое первое. Кстати, в домах первого уровня, в маленьких, в компактных, в уютненьких здесь могут рождаться дети. В больших, конечно же, нет. Ну, то есть какие-то общаги. Хотя это, на самом деле, далеко не новое. Это во многих играх так уже давно используется. В общем, здесь в этом плане то же самое. По поводу дома. Значит, ставим первый домик где-нибудь вот здесь. Второй сделаем с небольшим шагом. Блин, я нифига не вижу. А, вот вижу. Отлично. Как раз-таки единицу мы пропускаем. Следовательно, следующее на дом должен быть идти вот здесь. Здесь также имеется привлекательность местности. Как вы видите, сейчас она на нуле находится. Да, то есть в желтом делении, в желтой градации. Чем больше таких красот, достопримечательностей, украшений, чем больше будет интересных объектов, тем больше, соответственно, будет повышаться уровень привлекательности. И здесь больше захотят людей жить. В принципе, все ясно, логично и понятно. И еще давайте сделаем несколько домов туда уже на противоположной стороне. То есть вот здесь. А вот тут как раз-таки из этих столбиков вообще нифига не видно. Надеюсь, не промажем, но если что, если что, потом поменяем. Это не проблема. Вот сюда, получается, плюс один еще дойдет. И, как следствие, вот здесь. Оставим шесть домов. Думаю, больше пока оставить нет никакого смысла. Все что-то копошатся, что-то делают, занимаются своими делами. Дамы вместе с мужиками рубят. Кстати, лучше бы не только рубили, но еще и таскали. А сколько у нас там сейчас строителей? Давайте посмотрим. Сделаем на домом меньше, чтобы было больше именно обычных носильщиков. Также очень важный момент. Так как все-таки у нас на носу будет зима, нам потребуются дрова. Дрова делаются из бревен. И, кстати, доски тоже делаются из бревен. Поэтому начинаем потихоньку подготавливать производство этого, наверное, одного из самых важных ресурсов в этой игре. У нас это будет находиться вот здесь. Дровокол, да? Значит, по описанию. Здесь производят дрова, используемые в качестве топлива для производственных построек и для отопления домов. Да, кстати, дрова будут пользоваться не только обычные дома, но и любое производственное здание, чтобы, естественно, там работнику не замерзнуть. По поводу, где мы будем его ставить. Ну, раз мы будем делать производство с этой стороны, тогда давайте поставим его где-нибудь вот здесь. Так, в какой-то стороне находишься. Получается. А, ну все правильно. Получается, тебя вот так, наверное, будем ставить, да? Все, возьмем и установим. Что у нас там по производствам? Хижина рыбака готова. Знаете, какая классная, красивая рыбак у нас отправился уже. Правда, он еще не очень доволен. Но все-таки, кстати, по поводу людей. Да, значит, у всех есть свои хотелки, у всех есть свои потребности. У них есть информация, что у них по одежде. У них есть летняя одежда, зимняя одежда. Их профессия, что у них там по пище, что они несут. А также общая информация по их, ну, по их, скажем так, хотелкам, как я сказал ранее, да? По питанию удовлетворено на 80%. По теплу на 100%. А вот что касается счастья, вы только посмотрите, сколько здесь идет общей суммы для того, чтобы получить тот самый процент. Счастье складывается из обуви, одежды, роскоши, пищи, здоровье, семья, пиво, развлечения, жилищ, чистота, привлекательность. Все это как раз и влияет на уровень его счастья. Ну, и здоровье куда ж без этого. Что у нас там по строительству? Ну, потихонечку все двигается, да. Коптильня у нас заработала. Ставим максимальное производство. У нас она будет работать как на мясе, то есть будет делать копченое мясо, так и на рыбе. То есть один за всех. По еде. В хранилище находится 30 единиц пищи. Здесь у нас еще процесс строения идет. 42 единицы пищи. Это хорошо. Люди тут у нас есть, люди работают. 30-очка. Так, сводка о состоянии. Все нормально. Время пути достаточно короткое. Видите, здесь как раз отображается, что быстро прибегает. Конечно, этот процент можно будет сократить, когда мы еще добавим сюда дополнительные отдельные склады. Но пока на старте 40% это мало. Действительно, это мало. Они быстро он относит, получают, здесь ловят и сразу начинают коптить. По поводу копчения, да. У нас здесь будут еще уходить расходные материалы, такие как дрова. Ну, то есть щипа, по сути. Готово у нас тут все. Угу. Дома потихонечку начинают возводить. Кстати, да, по поводу вообще картинки. Здесь очень много зелени. Мы с вами знаем, что YouTube частенько такую картинку мылит. Поэтому постараюсь периодически делать такие замирания кадров. Чтобы вы могли насладиться действительно всей атмосферой и вот этим визуалом. Как по мне, очень и очень круто. Особенно зима, ребята. Зима тут просто бомбала его. Просто пушечка. Обязательно увидите. Тем более, буквально еще пару минут. И, судя по графику наверху, у нас она будет совсем рядом. Так, что у нас здесь по строительству? Строеплощадка с дровоколом. В процессе требуются бревна. Еда у нас сейчас есть. 111 единиц есть копченого мяса. Есть немножко овощей. Есть и все. Да, все остальное у нас пока что недоступно. А, кстати, смотрите. У нас вот здесь ягоды появились. А давайте-ка мы поставим сбор ягод. Вот таким вот образом. Раз, два. Капусту, траву мы здесь убрать не можем. А вот это собрать. Говорится, сам Бог велел, да? Главное, чтобы была еда и дрова. На старте. Это как раз-таки тот самый небольшой порог, который мы с вами должны будем преодолеть. После чего нам будет явно проще, явно легче. Это зима. Да, зиму преодолеем. И все пойдет уже и вернется на круги своя. Сейчас такая небольшая гонка, чтобы мне вот успеть действительно подготовить все основные запасы. Если еда у нас сейчас с вами пойдет, как раз-таки из кустарников, с коптильни, то вот дрова пока что у нас еще стоят на месте. А у нас уже на носу конец лета, и вот осень уже вот-вот будет. Давайте-ка поставим приоритет на это строительство. Строеплощадка дровакол у нас идет в приоритет. Давайте. Сколько там у нас стоят? Десять штук. Ага. Оу, блин. У нас тут еще и камни стоят прямо на пути. Да, уж не самая хорошая точка для старта. Ну, ладно. Надо было немножко сдвинуть. Но, надеюсь, успеют. Надеюсь, успеют. Процесс слегка я ускорю. Также сейчас еще вот так мои глаза бегают по экрану. Ну, я просто-таки уже играл за кадром, поэтому знаком тут с этим управлением. Всячески смотрю, чтобы не было никаких нападений животных. Очень бы не хотелось, чтобы прямо сейчас кто-нибудь на нас напал. Тем более, если он будет находиться где-то вдалеке и в лесу. Если он не сможет там отбиться, мы потеряем человека. Нам они сейчас очень-очень нужны. В принципе, как и всегда. Но сейчас на самом старте особенно это необходимо. Что там у нас по строительству? Еще два единицы... Точнее, две единицы камней тут осталось. Два блока. Их удалят. Территория будет почти что открытая. Почти что зачищенная. Осталось будет еще убрать отсюда бревна. Но бревна потребуется как и для строительства самой этого объекта, самой этой постройки. Так же еще и для домов. Что у нас по идее? Сто единиц есть. А, коптильные-то работают вообще? Нет. Шестьдесят единиц тут находятся. Но пока еще не коптят. Да, потому что у нас нету дров. Надо с ручничком. Надо с ручничком ускорить этот процесс. Может быть, даже имеет смысл удалить сейчас вот это все. Да. Пока этот дом удалю, это тоже. Чтобы они занялись делом и полностью сконцентрировались на той постройке. Вы же туда побежали сейчас? Во, шикарно. Называется правильно озадачивать наших жителей. Вот, и стройка у нас сразу началась. Вы посмотрите. Еще пару секунд, и объект будет готов. Потрясающий вид, хоть фотографии делай. Сквозь деревья такая там избушечка стоит, да? Добавляем плюс еще одного человека. И все. Ждем, когда он теперь будет делать дрова. Ну, естественно, основная часть дров будет сразу же в поселение, то есть в домике для отопления. Что-то будет уходить в коптильни. Слушайте, а что по поводу рыбы там? Ну, а что, идет? 96 единиц. Шикарно. Значит, кроме как рыба и вообще еда, им потребуется еще вода. У нас для этого есть колодец. Давайте его, наверное, сделаем как раз-таки вот здесь, в самом центре поселения, чтобы всем всегда хватало. Здесь также идет бонус к воде. Сейчас он указан в 55% на уровне, да? То есть как раз-таки скорость производства воды. Абсолютно нормальная, абсолютно комфортная. Если что, мы еще дополнительно добавим где-нибудь здесь в низине. Хотя даже не если что, а когда. Чуть позже мы здесь поставим еще плюс один колодец с бонусом 70%. И если мы с вами будем тянуть сюда фермы, плюс еще где-то сделаем здесь, чтобы можно было быстрее и качественнее получать данный ресурс. А сейчас ставим на производство. Что у нас там? Дрова пошли. Да, вижу, пошло первое скопление. Дров, 15 единиц уже есть. Ну, их тут сейчас сразу же будут разбирать. Кому-то потребуется... Он 12 штук забрал. Кому несет, интересно? На склад. Все на склад, все в общак. Вы посмотрите, какой молодец. Прямо красавчик. Я додумал, сейчас сразу домой к себе вытащат, но нет. У нас здесь еще есть улучшение дороги. Но пока ее не будем модифицировать, потому что потребуется большое количество камня. А мы его толком и не добываем. Главное, чтобы сейчас сюда понесли. А то хранилище заполнено, а коптить пока нечем. Ты несешь дрова? Да, шикарно. Как раз таки для нашей первой коптилки он несет. По еде еще запасы есть. Тебе мы ставим тоже производство сразу на максимум. Ну, видно по дыму из трубы. Постройка у нас активна. И потихонечку сейчас пойдет процесс копчения. А с этой стороны? С этой стороны, ну, пока не вижу жителя. Ага, вижу. Он, походу, тоже побежал за дровами. 15 штук там у нас есть. Что с колодцем? Колодец у нас построен. Значит, здесь для улучшения будет показана информация по всем ресурсам. Также бонусы за улучшение. А вот здесь, в левом нижнем углу, будет информация о том, сколько там находится сейчас, ну, литров будем называть так. Не будем говорить ведра, да, будем говорить в литрах. 45 литров воды здесь сейчас у нас есть. То есть, по сути, как бы, основу мы с вами сделали и, если так можно даже назвать, запитали. Осталось только сейчас выводить дрова в большое производство. Ну, и дальше уже по развитию. Жилье интересует. Обратно к нему возвращаемся. Значит, если у нас с вами здесь был... Ага, даже вот так вот. У меня здесь, получается, большой пропуск идет. Аж целых три клетки. Ладно. Новые люди готовы приехать и жить в вашем поселении. Заготовьте пищу на 4 месяца и подведите число домов до 6 штук. Сейчас доведем. Сейчас мы сделаем. Раз, два, три. Получается, вот здесь мы с вами новый дом, да? И плюс еще один где-нибудь вот здесь. Прямо напротив. Вот сюда я тебя сейчас поставлю. А здесь, кстати, мы сможем сделать рыночек. Слушайте, да, хороший вариант. Мы здесь сделаем рынок, а все остальные дома мы задублируем с противоположной стороны. Это будет классно. И самое главное, у нас будет большой охват идти по всем территориям. Пока оставляем два. Значит, домов у нас уже на 16 человек есть. Суммарно пока поселение 12. Сейчас, конечно, уже будет поздно ставить новую постройку, которую хочу сделать, так как зима на носу. Но ничего страшного. К лету, зато она будет построена к весне. И сразу начнет работать. Это у нас есть разговор за домик собирателей. У нас он будет находиться... Ну, где-нибудь вот здесь. Как раз таки все фермерство у нас будет находиться с этой стороны. Поэтому и домики мы будем возводить где-нибудь вот здесь, да? На возвышенности вы встаете. Да, вот. Раз. Сейчас с небольшим шагом сделаем два. И, конечно, нельзя забывать про дороги. Сделаем одну единую для всех. То есть она будет идти вот такая. А вот отсюда мы сделаем соединение уже с центральной. Вот таким вот образом. Значит, что касается домов. Да, значит, здесь у нас сейчас в этом домике находятся три человека. Важный момент. Здесь у нас с вами будут скапливаться отходы. Поэтому для этих отходов нам потребуется сделать отдельную свалку, отдельную яму, где они будут храниться. Иначе здесь могут завестись крысы. Здесь может появиться болезнь у людей. А нам это не нужно. Поэтому как только у нас появится возможность поставить сборщик для отходов, сразу его туда и установим. Также еще сделаем заборы. Заборы будут абсолютно везде. Вокруг домов, вокруг полей. Потому что на поля будут приходить животные. Всякие олени, тюлени, косули. Все, кому не лень. Они будут есть наши посевы. А нам это, как вы понимаете, не нужно. Заборы будут у нас это дело как раз-таки предотвращать. О, в деревне родился ребенок. Вы только посмотрите. Здорово. Я не знаю, кстати, в каком доме. А ну-ка. А, в самом первом как раз-таки. Зовут его Тристан. Ребенок, он бездельничает. Возраст один год. Образования никакого нет. Недугов тоже ничего у него нет. Сейчас, наверное, вот здесь я попробую не двигать камеру. Насладитесь. Потрясающе, какая осень. И как раз-таки, если посмотреть на самый верх, у нас идет буквально через секунду грань появления наших первых белых мух. Ну, то есть, это снега. Снег. Нечто что-то потрясающее. Особенно, когда, вот видите, в домике горит свет уже. То есть, там есть отопление. Просвечиваются такие вот желтые такие полосочки. Зимой. Ох, ребята, какая же это, блин, красота. Нет, атмосфера у игры просто, просто 10 из 10. Ну, лично, как по мне. Тем более, я любитель городостроев. Хлебом не корми, как говорится. Да и в такое позалипать. Что у нас там дальше идет по объектам? Значит, это мы с вами сделали. Давайте поставим еще телегу для хранения. А, стоп. Мы ее не сможем сделать, потому что здесь требуются доски. Доски мы еще не производим. Ну, ничего страшного. Давайте хотя бы просто поставим как центральный объект. Когда я уже буду готова, мы, соответственно, сразу туда их перенесем и установим. Мы сделаем телегу вот здесь. Если она тут установится у нас вообще. А, она здесь не хочет ставиться, да? Хорошо, тогда сделаем две телеги даже, да? По обе стороны. Одну вот здесь где-нибудь. От колокоптильни. Специально для того, чтобы можно было как можно быстрее получать этот ресурс. Плюс еще одну установим вот сюда. А вот здесь нам потребуется с вами протянуть еще туда дорогу. Ну, пока не до конца, пока немного. Но все равно сделаем. Рыбы у нас 138 единиц. По копчению 60 есть. Сколько у нас на общем складе? 60. Провизия пошла в плюс. Единственное, что вот проще все здесь будет смотреть, конечно, через общий склад. Он не сразу обновляется. Видите, проходит немножечко там секунд. И он как раз таки подгружает общую информацию по всему тому, что находится у нас в городе. И вообще городок у нас так прямо развивает процесс... О-о-о-о, посмотрите. Полетели первые белые мухи. Потрясающий вид. Сейчас вообще не буду дергать картинку. Кайфую вместе. Классно сделано. Так, заметает потихонечку сначала всю территорию, потом дорожки. Ну, дорожки, естественно, в последней очереди, потому что по ним люди бегают. Следовательно, они используются. Ну, и белизна не будет так ярко выражена. А вот сейчас вы посмотрите. Легкое переливание снега. Очень круто. Прямо такой, знаете, сельский фростпанк. Мне дико нравится. Что у нас дальше по работам? Кстати, интересно, у нас здесь они... А, зимняя рыбалка у нас есть. Слушайте, а вот это для меня открытие. На самом деле, когда я играл на другой карте, как раз проходил обучение, там было более глубокое озеро. И почему-то они отказывались там рыбачить. А здесь, видать, из-за мелководья они даже зимой могут ловить. Хм, а это интересно. Это прямо действительно классно. Век живи, век учись. Что у нас еще по объектам есть? Значит, нас сейчас интересует, конечно же, это склад. Склад для строительных материалов, бревен, камин и досок. Ну, раз у нас будет производство идти где-то вот здесь, то и склад мы с вами бахнем вот сюда. Прямо... Прямо, наверное, даже куда-нибудь вот сюда. Только сперва нам нужна дорога, главная, центральная. Чтобы можно было от этого уже отталкиваться. Плюс у нас здесь будет еще один дом. Давайте его поставим как макет. И потом от этого будем уже смотреть по движениям. Получается, плюс один шаг мы делаем вот сюда. Здесь у нас идет тоже в один шаг, да? Да, свободный дом есть. Получается, вот здесь у нас идет дорога. Мы ее сейчас соединяем с центральной, с этой стороны. И то же самое сделаем вот сейчас. Конечно, из-за того, что зима ни хрена не видно, но это вопрос времени. О, 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 вы посмотрите. Появился белый, белосерый волк. Он сейчас пойдет в наше поселение. Он сейчас на кого-то будет нападать. У нас пока, к сожалению, нет охотников. Поэтому люди будут бегать в панике. Кого-то он, наверное, укусит, кого-то он цапнет. Но очень сильно надеюсь на то, что все остальные помогут тому, на кого будет происходить нападение. Отлично. Уходи, убегай, убегай, убегай. Пожалуйста, не умирай только. Только не умирай, только не умирай. Хоть немножечко здоровья у тебя пускай будет. Ваше поселение приехало группой шести людей. Они хотят присоединиться к вашему поселению. Примите ли вы их или откажете? Конечно, примем. Нам сейчас нужны все люди. Убегай, убегай, убегай. В дом прячься. Пожалуйста. Ё-моё. Вот это... Вот это экшон. Вот это я понимаю. Вы понимаете? На ровном месте. Такая движуха. Нет. Чёрт. Вот зачем? Зачем ты развернулся? Ты же можешь спокойно сбежать в дом и спрятаться. Ну, у нас с вами первая смерть. Да. Съели человека. Ну, волк, конечно, за это тоже нас ответил. Пострадал. Тогда мы открываем с вами нашу вкладку билдинг. Нас сейчас интересует кладбище. Оно необходимо, чтобы хоронить усопших. И тем самым давать утешение их горючим родным и близким. Ну, и самое главное, да. Мы же не можем позволить тому, чтобы у нас трупы были прямо на улице. Централь, тем более, да. Вопрос, как и где мы будем возводить кладбище. Сделаем его где-нибудь на возвышенности. Вот здесь. Где-нибудь в этом местечке. Попробуем сейчас поставить небольшое на 300 единиц. На 300 человек, получается, по рабочим местам. Оживлённый рынок позволит зарабатывать больше золота и привлекать в город новых поселенцев. В рынке обеспечивают дома и предметами первой необходимости. И зарабатывают золото в зависимости от количества домов в их зоне действия. Ну, как я и сказал ранее, как раз таки мы с вами освободили здесь местечко для рынка. И он будет у нас охватывать и захватывать все территории, которые у нас тут с вами будут под радиус выпадать. То есть, по идее, это будет и кладбище. Подожди, почему кладбище? А, стоп, это маркер от старой, да? Коптильня и домик рыбака. Сделаем ещё дополнительный хижинусобиратель. И как раз таки вся продукция с этих точек будет в нём оказываться. Но у нас он ещё... У нас он ещё... У нас он ещё недоступен, да. Требуется для этого производство ресурсов поставить, распилочную. И в хранилище, то есть кладовая. Ну, вот потихонечку сейчас как раз в этом направлении мы с вами и двигаемся. Хранилище мы с вами будем ставить в центре. Вот здесь. Сейчас только развернём его, наверное, вот этой стороной, чтобы как раз центральная дорога к нему тоже выходила. Вот здесь мы тебя поставим. Так, дальше. Сделаем дорогу центральную ещё вот сюда. И нам потребуется с вами распилочная. Она уже готова. Хранилище. Вопросов больше нет. Всё, я понял. Сейчас всё сделаем. Сейчас всё будет. Я даже сделаю таким образом, что у тебя тут будет приоритет. На эту стройку. На этот объект. По дровам. 65 штук есть. Дальше. Еда. 250 единиц рыбы. Прямо молодцы. Прямо рыбаки у нас сейчас тащат. Они прямо спасают всё наше поселение. И да. Вот пришла весна. Как паранойя, да. Это песня, если что. Вот. Соответственно, снег начинает потихонечку таять. Появляется уже такая вот зеленушка у нас везде. Труб, к сожалению, ещё никто никак не убрал. Но у нас из этого кладбища нет. Надо для него дорогу сделать. Так, значит, дорога у нас пойдёт отсюда сюда. И давайте сделаем, наверное, ещё вот сюда такой дополнительный выход. Что там по складу? Очищают, убирают территорию. Понял. Еда, значит, есть. Дома возводятся. 24.20. Потребуется плюс ещё новые постройки. Ну, я думаю, наверное, даже когда второй уровень откроем домов, временных укрытий, наверное, не будем их возводить, потому что там не будут появляться дети. Да, вообще, сама по себе точка не очень комфортная. Разве что, где-то на отшибе мы её будем ставить, чтобы нашим людям недалеко бегать до дома, чтобы можно было отдохнуть, перевести ночь. Так они туда заскочили, поспали и обратно на работу. Ну, а когда уже выходные, будут возвращаться в свои нормальные полноценные хижины. Ну, наверное, примерно как-то так мы это будем всё выстраивать. Также ещё забыли, дорога нас интересует. И ещё одна дорога вот здесь нас интересует. Значит, дальше. Здесь также ставим плюс один дом. Ну, вот здесь он будет у нас, да. И всё. У нас небольшой такой вот райончик, по сути, сформирован. Ива. Да, очи нам нужна. Она потребуется для производства корзин. Прямо классный такой продукт, потому что и продавать его можно будет, и в передаче все наши жители будут быстрее и лучше таскать ресурсы. Но это, опять же таки, до появления телег. Хотя вот здесь, я где-то видел, да, вот здесь телега есть. Но это чисто визуал. Это такая чисто, знаете, картинка, не более чем. Почему? Потому что они её использовать не могут. Ну и ждём. Вон здесь у нас котлы висят. Готовят какие-то вкусняшки. А по вкусняшкам у нас пока, к сожалению, только... Только мясо и рыба. Что тоже, в принципе, неплохо. О! Значит, хижина, домик собирателя у нас готов. У него есть возможность собирать большое количество ресурсов, начиная от всяких корнеплодов, грибы, траву для медиков, яички всякие там, да. Ну, яйца из этих самых, из гнёзд. Ягоды, зелень. Но, чтобы нам это сделать, мы должны выбрать, в каком радиусе это будет происходить. Стартовая, конечно, она вокруг себя это делает. Но я, наверное, слегка это сдвину вот досюда. Здесь и зеленуха как раз таки попадает. И вот эти гнёзда. Надо будет их собрать. И да, для нас нужна. Что там у нас с этой прекрасной дамой? Ну, к сожалению, видите, не уберёг, не уберёг. Но, таков путь. Нужно устраивать вот здесь ещё объект. Склад у нас как раз таки готов. Ставим приоритет на строительство. Там требуются только строители. Ну, а здесь у нас будут храниться все ресурсы, которые я сказал уже как раз таки. Камни, брёвна, доски. Вот всё такое тяжёлое. Всё, что тут у нас есть. Главное, чтобы нам молния не попала в дом. Нам сейчас пожары вообще здесь не очень-то и нужны. Они вообще никогда не нужны. Но сейчас бороться с ними будет сложнее. Соответственно, народ будет отвлекаться от основных своих дел и задач. А нам бы этого не хотелось. Так, кстати, колодец. Возвращаемся к нему. Да, я уже увидел его. Мы его поставим вот здесь где-нибудь. Сколько у нас здесь идёт процент? 40, 50, 58. Ну, поля у нас, получается, будут где-то здесь находиться. Ладно, тогда поставим тебя вот сюда. А, с этой стороны будет 50%. Единица разницы. Ну, не принципиально. Давайте здесь пока установим. Этим ребятам тоже пригодится. Да и чтобы недалеко таскать. Еда. 246 рыбы. Ну, ни хрена себе. Ну, там кто такой-то? Здесь 240. Здесь просто великие рыбаки. Возраст ему 25 лет. Молодчинка. А коптильня у нас запущена на полную. Одна и вторая. Всё работает как надо. У нас склад был построен, поэтому теперь распилочная должна появиться. Угу, уже есть. Сделаем, наверное, даже не одну, а сразу две. Первая будет находиться вот здесь. Вторая где-нибудь вот здесь. Мы даже... А, их не развернули. К сожалению, они не дублируются. Ну, ладно. Тогда таким образом мы поступим с одной и с другой стороны. Ну, дорогу пока дальше не буду вытягивать. Это уже не имеет значения. Потому что у нас объектов ещё нет. Что у нас здесь ещё нового? Благоустройство посмотрели, жильё посмотрели, хранилище сделали. Ага, вот у нас как раз-таки открылась кладовая крупная хранилища для самых разных вещей. Ну, то есть будет всё храниться. И вот очень важный для нас это погреб. Частично утеплённое, точнее утоплённое в землю хранилище, в котором поддерживается прохладная температура. Пища здесь хранится дольше. Вот то, что нам требуется около хижины собирателей, чтобы им ближе таскать было, да. И как раз-таки здесь у нас будут с вами поля. Поэтому вся продукция будет находиться у нас вот здесь. Также ставим на приоритет. Приоритет. А, хотя стоп, приоритет нам пока ещё не очень важно. Пускай доделают сначала кладбище. А вот что мы сейчас изменим, это рабочую область второго нашего собирателя. Значит, здесь мы можем собрать траву. Орехи. А, нет, орехов здесь у нас нет. А здесь у нас что? А здесь у нас идут грибы. Грибы, по идее. Да, идут грибы, но они ещё не выросли. И кустарник разный. Ну, хорошо, ладно. Поставим вот этот радиус. С какой стороны хищник идёт? Снизу. Посмотрите, он кого-то тяпнул, но тот успел сбежать. Чёрт. И он теперь сражается с одной девчонкой. Самое же интересное, тот, на кого напали, он просто взял и свалил. С полным здоровьем. Он даже не стал помогать ей никак. Ну, надеюсь, она успеет забежать в дом. Успела. Но он у нас находится прямо на центре. Это прямо плохо. Убегай, уходи, уходи. Это дурацкая была затея. Надеюсь, ты уйдёшь в дом. Шикарно. Нам нужны люди. Надо, чтобы они все сюда прибежали. Двое ещё бегут. Ну, что ты делаешь? Не ходи сюда. Не надо. Уходи, убегай. Убегай куда-нибудь вон туда. Ну, пожалуйста, без остановки. Не получилось. Волка, конечно, убили, но он съел ещё одну женщину. Это, правда, уже другой волк, но... Да, тут прямо как-то, видите, не везёт мне. Наверное, имеет смысл сразу же будет сейчас ещё поставить плюс одну хижину. По производству пищи. Это хижина охотника. Он будет охотиться на... На всю эту живность. Но он, опять же таки, не всегда прибежит на помощь. Ой, посмотрите. Вот что происходит. Убегай, 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 убегай. Убегай, где больше всего людей. У тебя что по здоровью? Ну, оно и есть. В принципе, если вы троём сейчас накинетесь на него, даже четвером, то вы можете дать сдачи. Дайте нормальный отпор этому волку. Давай, 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 накидываемся. О, они там ножами, руками, кулаками, кто чем есть. Но его убьют сейчас. Да. Да, конечно, с хищниками мне тут прямо жёстко досталось. Минус три человека уже. Кладбище построено, но ещё никого не унесли. Сейчас кто освободится, обязательно это сделает. Да, и возвращаемся, конечно, к нашему... К нашей хижине охотника. Будем её строить. Где-нибудь вот здесь, в лесочке, в небольшом таком уголочке. Её возведём. А поселение, если люди с серьёзными ранами, они погибнут, если не построить дом лекаря. Ну, я его по-любому сейчас не построю. Видите, вулки покусали. Мне ничего с этим сейчас не поделать. Хижину ставим вот сюда. Также проложим сюда отдельную дорогу. Таким вот образом. Прибыли новые поселенцы. Ну, да. Двоих бог забрал, двоих бог дал. Таков путь. Ну, здесь, видите, на самом деле всё могло быть иначе. Если бы они просто бы с маленьким своим здоровьем не остались драться, они, наоборот, бы забежали в дом и спрятались. Подождали бы помощи и поддержки. Так было бы правильно, но... По-другому поступили. А он, кстати, жив, но мне его не вылечить будет. У меня нету дома лекаря. К сожалению. Поселение. Ладно, дальше. Поселение у нас развивается, не стоит на месте. Ну, да, вот он умер. Значит, у нас 130 дров есть. Бревна потихонечку идут. Запасы еды прямо отлично пополняются. Люди тоже есть к нам приходят. Плюс рождаются новые. Нам надо сейчас доделать тогда с вами все вот эти дома. Ставим на приоритет охотничью хижину. Поселение с погибат ран. Ну, мы это уже поняли. А здесь у нас что? А здесь у нас уже скапливаются дрова. Также потихонечку возводят хижины, где мы будем с вами пилить, нет, не дрова, бревна на доске. Но здесь пока будет, правда, два человека. Потом, если что, добавим еще двух. Как раз-таки доски потребуются для модификации по домам. Ну, чтобы их, может, было улучшить. Правда, чтобы улучшить сам дом и получить этот, как раз-таки, бонус к улучшению и замочек открыть, нам потребуется еще удовлетворить все нужды этой хижины. То есть там по еде, по воде, по травам и по всему остальному. Как тут у нас дела? Пока что еще не выкорчевают. А на кладбище у нас уже двоих отнесли. Я так полагаю, с дороги... А, нет, с дороги его еще не взяли. Вот эту девушку унесли. Вот здесь, которая около домика умерла. И погибла. И вот этот остался. Семьи ему бегают. Странно прямо. Я так полагаю, ты, наверное, за ним идешь сейчас, да? А, нет, он увидел тело и просто развернулся. Да, помню, когда я нашел труп. Это было в детстве. Эту байку я уже много раз рассказывал. Повторяться не буду. Но, в общем, смысл понятен. У меня были такие тоже дикие эмоции легкого ужаса. Правда, я нашел труп. Он был расчленен. Там была женщина полностью расчленена. Голова, руки, ноги, тело все отдельно. Но это уже, да, не буду это все озвучивать. Как, что и почему. Но ощущение из малоприятных. Что у нас идет по строительству? Я так не могу понять. Как-то больно долго они эти пни не могут убрать. Там остался буквально вот милиписечка и все. Так у нас хотя бы появится охотник. Опа. А нам потребует здесь еще человек. Угу. Тогда мы сделаем вот таким образом. Одного с досок мы убираем. А надо сюда его назначить. Во. И здесь у нас рыбак погиб, да? А коптильня? Коптильня работает. Но она работает сама по себе. Там не обязательно, чтобы находился человек все время. Поэтому главное, что пища коптится. А, все, унесли. Отлично. Угу. Вон. И цветы такие, видите, появились. Надгробие. Три человека. Так это оплакивает друг, может быть. Домик у нас и хижина охотников готова. Значит, добыча у нас всего и вся. Вода у тебя в достатке. Кстати, что у нас тут с водой? 220 литров. Ну, понятно, что у нас пока поселение развивается. Поэтому это мало объема. Сейчас мы сместим зону твоей работы. Так, а кого мы здесь можем поймать сейчас? А, вот здесь где-то у нас есть... Вот здесь у нас есть олени, да? Давайте тогда возьмем маркер и отправим сейчас наших выживших... Выживших, да? Наших поселенцев. Какой-нибудь вот сюда. В леса. Посмотрим, кто у нас тут имеется. И на кого мы сможем ходить на охоту. Ну, соответственно, да. Когда у нас кто-то появится из хищных животных в нашем городе, соответственно, наш охотник, если он находится в доме, не на охоте, он прибежит на помощь. Тем более, он уже будет прибегать на помощь не с голыми руками, а вместе с луком. У него есть... Да, у него он есть. Нет, флажок я пока удалять не хочу. Что у нас с последующим объектом? Стройплощадка и погреб. Возводится потихонечку. Колодец тоже делается. Дома. Все возвелись. И суммарно, у нас на 32 человека есть свободные места. Шикарно. Он отправился в лес. Сейчас мы откроем, посмотрим, что у нас там находится. А здесь особо-то и ничего. А здесь... Здесь у нас есть железо, здесь у нас есть орехи. Можно будет прийти собирать. Давай-ка, наверное, еще подальше пройдем. Куда-нибудь вот сюда. Пока-то здесь рядышком как раз-таки. Хотя, стоп. Эта задача, походу, поручит кому-то другому. Она пришла, посмотрела и ушла. А вот эти орехи... Хотя ладно, не будем их собирать. У нас едой проблем нет. Важный момент, да. Это вот как раз-таки смотреть на оранжевое число. Сколько месячных запасов испортится следующим месяцем. То есть две штуки у нас из общего числа отвалятся. Запасы идут не на кого-то как риндового человека, а суммарно на все поселение. То есть сколько дней, сколько сезонов вообще может выживать весь наш народ. Неужели нигде нет животных? Ты его посмотрите, а? Я могу какую-нибудь стаду хотя бы найти. Небольшое. Нет, здесь травы только. Хорошо. Давайте, да, изучать еще другие части карты. Вот здесь. И, допустим, где-нибудь... Это поближе к самому дому нашему, да? К хижине охотника. Ну, куда-нибудь вот сюда еще отправим. Хотя животные здесь могут постоянно мигрировать, менять свою точку, менять свое место обитания. Будем надеяться, что кто-нибудь придет. Ну, а пока... А пока... А пока ты будешь у нас... Слушайте, ну, только где-то вот здесь он подхватывает олени, но я не могу понять, где они сами находятся. Может, где-то на горе? Метку я установил. И давайте еще откроем карту с этой стороны. Здесь приоритет на строительство. А, дрова закончились, да? Бревна, точнее. Ну, раз мы все равно здесь будем все это удалять, будем строить поселение, так что эти деревья можно удалить. А, так, стоп. Кустарники и деревья все ставим сразу на добычу. Боже, почему не удаляешься-то? О, выделил. О, шикарно! Большое, большое количество оленей. Вы посмотрите, сколько здесь их. Это прямо классно, потому что мы с них будем получать мясо, шкуру, жир. Шкура нам пойдет на производство шуб. Жир там для еще на производство. Мясо, ну, на копчение там, на еду там уже. В ресторан или в таверну. Кстати, таверна здесь отдельная тема. Главное, чтобы жители всегда были с хорошим настроением, потому что если они будут приходить туда с плохими эмоциями, они будут напиваться, будут бедокурить, будут устраивать побои, будут устраивать драки, поджоги, короче, там какой-то деструктив начнется. За этим надо следить. Но пока что, вроде как, у нас с вами уровень счастья поселенцев отличный, всех все устраивает. Властях начнут на том уровне, в котором сейчас мы находимся. Ну, и что касается нашего вот этого радиуса, мы его сейчас сдвигаем вот сюда, как раз к нашим оленям. На эту территорию. А сверху? А там у нас ничего и не было. Ладно, этот флаг тогда удаляю. Еда есть. А у нас сейчас разгар лета. Ну и окей. По-моему, вообще все даже неплохо. Ладно, давайте тогда на этом моменте я с вами попрощаюсь. Сделал первый взгляд. Знакомление по игре тоже вам провел. Мне очень интересно ваше мнение, насколько вам зашла игра, насколько вы хотите видеть ее на канале. Надеюсь, что вы захотите ее видеть на канале. Поэтому насыпьте лайков и комментариев в поддержку прохождения. Ну и тогда, да, новая серия не заставит себя долго ждать. Сразу же с вами увидимся в продолжениях. Будем смотреть, как будут развиваться дальше тут события с нашими жителями. Будем строить новые дома, будем строить новые культуры, заниматься развитием. Ну и, конечно же, смотреть, кто тут нас вообще окружает и кто тут вокруг нас есть. В любом случае, все зависит от вас. Всех вас люблю. Обнял, поднял. До новых встреч, всем пока.